С 6 июня предприятия Карельского общественного питания возобновили свою работу и открыли двери для посетителей. Кафе, рестораны и столовые заработали по всей республике, за исключением Оланецкого и Беломорского районов, где ввиду сложной питобстановки ограничения пока решили продлить. Заработали, но с оглядкой на ограничительные меры, соблюдение которых строго контролируют. Наша съемочная группа побывала в одном из ресторанов Карельской столицы и узнала, как прошла первая рабочая неделя и что думают сами посетители. Как и во все общественные заведения Петрозаводска, вход в кафе и рестораны возможен только в маске. Далее обязательная и, пожалуй, уже привычная для всех обработка рук антисептиком. Теперь можно заходить. Только так и никак иначе предприятия общепита должны строго соблюдать меры безопасности. Расстояние между столами минимум полтора метра. Можно и меньше, но только при наличии перегородок. Последние хоть и позволили сохранить часть посадочных мест, перестановки избежать не получилось. Пожертвовали большим количеством столов, пожертвовали посадкой, но при этом это нужно было сделать для того, чтобы сохранить безопасное расстояние между столами. Перегородки есть, расстояние есть, можем работать. Ставить дополнительный стулья к столам запрещено. Если стол рассчитан на четверых, то и сесть за него могут максимум четыре человека. Передвигаться по заведению посетители должны в масках. Снимать их можно только сидя за своим столиком. И, кстати, тщательно дезинфицируют после каждого гостя. Дополнительная дезинфекция стола, всех приборов, естественно, дополнительная. Моем посуду, обрабатываем. После каждого гостя обрабатывается стол, убираются все, абсолютно заменяются салфетки, даже если сохранилось нетронутым. Ну, в общем, все по максимуму, умножили на два. Несколько раз в день дезинфицируют и другие поверхности ресторана. В том числе, входной группы. Самим работникам измеряют температуру тела. Данные заносят в журнал здоровья. Особые требования предъявляют и к работе официантов. Так как мы 70 дней, если считаете, не работали, и вот приходим в условия, когда нам нужно надевать очки, маски, перчатки. Тяжело, с одной стороны, очень сильно, непривычно. Но ради работы и ради гостей мы готовы мириться с этими трудностями. Я шучу там как-нибудь, чтобы не так сильно это все в глаза бросалось. Мол, глаза у вас так листят, что мне приходится очки надевать. Гости ресторана рады возвращению. Кто-то пришел с опаской, кто-то нет. Но все они готовы соблюдать необходимые требования ради того, чтобы спустя 70-дневный перерыв вновь вернуться в любимое заведение. Вообще, на самом деле, вышло за длительное время, первый раз, мы живем за городом, на самоизоляции полной. Было волнительно, я подходила к входу, мне прямо, как я сяду, как я буду, как я закажу. Но на самом деле все очень прилично, все чистенько, все комфортно. Я себя спокойно чувствую абсолютно. Я особо разницы не чувствую, за исключением того, что поставили перегородки и при входе надо одевать маски. И, конечно, было очень печально два месяца быть без общения, без тех людей, которые, когда ты приходишь, тебе улыбаются, приносят кофе. Ощущения у меня положительные. Я долго ждала, когда у нас откроются такие заведения, рестораны. И меня не смущают ни маски, ни очки, ни какие-то любые другие средства защиты. Я считаю, что это все должно быть. Гостей в заведении пока немного. Петрозаводчане по-прежнему предпочитают заказывать еду на дом. В ресторане считают, возвращение посетителей – это лишь вопрос времени. Многие еще даже не знают, что рестораны уже работают. И поэтому удивляются, когда наши двери открыты или видят там какие-то отзывы, что кто-то уже в ресторанах. В общем, мы открыты, все приходите. Только в масках. Пока в карельской столице заработали не все предприятия общепита. Двери для посетителей они смогут открыть только после того, как будут выполнены все необходимые требования.